Приветствую вас! Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы не задаете свой вопрос. Прямо. То есть прямого вопроса, именно прямого, вы не задаете. Вы спрашиваете просто о том, могли бы мы вам помочь. Вот. Но в чем именно помочь? Как именно помочь? Вот. Вы не описываете. То есть, по сути дела, вы оставляете за собой возможность отхода. Возможность, например, вернуться обратно в зону своего комфорта. Вот, вернуться в положение, в состояние, когда вам хорошо, когда вам комфортно. Вот. И тем самым, по сути дела, проблему, которая у вас имеет место быть, не разрешить. Так и не разрешить проблему. Вот. Это то, что касается первого впечатления о тексте, который вы написали. Дальше идем. Значит, такая ситуация, что хотим быть медленным всегда преградой. То в деньгах, то в переезде, то на то нужно ждать. Здесь есть довольно важный момент. Момент, значит, заключается в следующем. Если всегда есть преграды, какие-то, да, вот там, ну, всегда есть преграды, то это свидетельствует только лишь о том, что кто-то из вас серьезных, близких отношений боится. Я не знаю кто. Что? Может быть вы, может быть мужчина, да, сказать это так однозначно сложно, но преграда, любая преграда, это всегда подсознательный страх. Страх. Страх близости, страх сближения, страх отношений, страх ответственности, может быть и так далее. То есть, например, вот допустим, у вас, это может быть страх замужества, страх семейных отношений, которых у вас, по вашим же словам, никогда не было. Вот. Что, как бы намекает на то, что отношений вы такого рода и такого плана можете избегать. Будет и подсознательный. С точки зрения мужчины, со стороны мужчины, ситуация заключается в следующем. У него есть отношения сейчас, на данный момент, у него есть отношения. И ему в любом случае нужно побыть одному. Ему в любом случае нужна пауза между отношениями теми, которые у него были, и отношениями, которые у него могут ложиться, если он будет взаимодействовать с вами. Ну, опять же, здесь у меня вопрос, да, понимаете ли вы это, что нужна пауза, что нельзя так вот просто взять и из одних отношений перескочить в другие, да. Да, это, ну, это неправильно, это деструктивно. Это создаёт ощущение, да, ну, 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 например, у, допустим, того же мужчины, что он постоянно не один. Вот. А человеку всё-таки нужно, нужно чувствовать себя хотя бы иногда. Одиночество, чтобы ценить то, что он имеет. Вот. То есть, как минимум нужна пауза, да, как минимум. Ну и, соответственно, в данном случае можно говорить о том, что никакой паузы нет. То есть, мужчина хочет сразу в отношениях. Это такой момент, да. Вот. Он не готов, потом готов, но возникают другие проблемы. Ну, то есть, надеюсь, что мужчина мечется никак не может сделать выбор. Вот. Никак не может сделать выбор. А выбор ему нужно делать, основываясь на своих целях. Не на отношениях с вами, а на своих целях. То есть, грубо говоря, чего мужчина хочет, да, что мужчине нужно, вот ему лично, ему нужно, то он и делает. Но это делается не в направлении вас, типа, что вот я, либо я буду, значит, с тобой, например, либо я, допустим, с тобой не буду. Это не делается так. Понимаете? Вот. Он выбирает, как и что делать. Он выбирает, как себя вести. Он выбирает свою жизнь, он выбирает свой путь. Понимаете? Вот. Один. Без вас. А вот получается, что он на вас накладывает ответственность, да? Вот. За то, что в его жизни будет. Вот. Ну. Совершенно очевидно, что это негативно очень сказывается на ваших отношениях, да и на любых отношениях. Дальше. Так. Я про... Может, я просто не на 100% готова. У нас разница в 10 лет, он хочет уже иметь отношения скорее, которых у меня не было. Ну, здесь надо бы, конечно, знать ваш возраст, потому что не очень понятно, почему вы не готовы, да? То есть, ну, то, что человек хочет в семейных отношениях, это одно, да? То, что у вас разница в возрасте 10 лет, это другое. Другое, а то, что вы не готовы к семейным отношениям, это треть. Вот. И я думаю, что все это нужно разбирать. То есть, в чем проявляется ваша неготовность к семейным отношениям? По какой причине вы их так, например, боитесь? Да? Да? Допустим. По какой причине вы их боитесь? Что для вас страшного в этом? Вот. А почему вы вообще выбрали себе мужчину на расстоянии, который старше вас на 10 лет? Вот. То есть, на расстоянии, да? Значит, если отношения на расстоянии, вы, скорее всего, в реальной жизни отношения поставить пытались. Либо у вас не получилось, либо вы чувствуете, что мужчины, с которыми вы встречаетесь, совсем не соответствуют вашим, ну, каким-то требованиям, да? Вам, например, скучно с мужчинами, которые вас окружают, что говорит о вашей отстраненности от них. Ну, от мужчин, я имею в виду, от мужчин. Все это, конечно, нужно обязательно выяснять и прорабатывать, потому что это важно. Это все важно. Вот. Значит, я полагаю, что, я полагаю, что это обязательно нужно все исследовать. Дальше. Ему нужны гарантии, пестивые, которых я дать ему не могу. Ну, вот не очень понятно, да, какие гарантии требует человек. То есть, вообще, о каких гарантиях может вообще идти речь, да? В принципе, о каких гарантиях вообще может идти речь? А если, ну, грубо говоря, это отношения вроде как, ну, основанные на любви. Вот. Понимаете? То есть, здесь для меня, конечно, загадка. Если честно, если честно, если честно, это для меня загадка. Вот. То есть, коли уж мужчина говорит, что любит вас, да, коли уж он говорит, что любит вас, то какие могут быть гарантии, тем более в отношениях, да? Ну, то есть, это вот, это вот, это вот, вопросы как раз, это как раз вопросы, связанные вот с тем, да, как вы себя ставите в отношениях. Насколько вы адекватно себя ставите в отношениях с мужчиной, да? Вот. Вот. Потому что, опять же, это важный момент. Если вы не можете себя поставить так, чтобы человек, например, вас уважал, да? Допустим. Ну, это уже, это уже вопрос к вам скорее, да? Если вы не можете так сделать. Дальше идём. Так, иммуненные гарантии, но оба дорожим друг другом. А, нет. 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 Это работает, а, немножко не так. А, вы не оба дорожите друг другом, а, скорее, ситуация складывается таким образом. А, вы. Именно вы и только вы, а, человеком дорожите. Вы, вы, человеком дорожите. И, 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 и он. И он. И он. Вами. Дорожит. Тоже. Я. Эм. В это верю. Я. Прекрасно это. Эм. Понимаю. Эм. Что он. Дорожит, ну, дорожит вами. Что он может вами дорожить. Эм. Но. Каждый это делает по-своему. То есть, ну, каждый, по-своему, дорожит другим. Эм. И вам, эм, нужно для себя понять, эм, что мужчина значит именно для вас. Вот. То есть, эм, просто, эм, чисто для вас. Кто он для вас? Вот. Кто он для вас? Какой он для вас? Мужчина. Вот. Вам нужно, эм, себе ответить на эти, на эти вопросы. Вот. И, вот, когда вы будете понимать, что мужчина для вас значит, значит. эм, когда у вас будет хорошее, хорошее представление о том, эм, какое он значение для вас имеет. Вот. Тогда вы сможете, эм, понять, как с ним себя вести. Что он хочет от вас, что вы хотите от него и так далее. Что со всем этим, со всем этим делать. Вот. А когда вы просто говорите, что мы оба друг другу дорожим, друг другом дорожим, да, ну, это, эм, довольно расплывчатая такая формулировка. Вот. Понимаете? Поэтому мне кажется, что, эм, видео использовать, эм, не совсем корректно. Понятно, да? То есть, личная ответственность, личная ответственность. А дальше, значит, не хотим потерять, но не видим возможности, как начать отношения, так много проблем, оба измучились, в собственном состоянии, страны, другие еще. Понимаете, в чем дело, это же ваш выбор. Это ваш сознательный выбор. Причем, мужчина, мужчина, эм, выбрал вас, эм, зная и видя, эм, что у него отношения еще, собственно, не закончились. Вот. Ну, и с этой точки зрения, с этой точки зрения, вы идеальный, эм, вот, эм, идеальный кандидат, да, на роль в треугольнике Карпмана, в треугольнике судьбы, как его иногда называют. Эм, треугольник судьбы. Ну, почитайте о нем. В интернете, да, я не буду сейчас об этом рассказывать. Вот. Ну, надо, эм, изучить этот вопрос. Вам. В любом случае. Самое, что... Эм, ну, потому что... Это... Это важно. Вот. То есть вы, эм, своим поведением, по сути, эм, исключаете, эм, факт того, что вы выбрали эти отношения. Далее, вы говорите, что, эм, значит, вы никак не можете начать, эм, отношения. Вот. Вот. Но, я могу сказать, что, отношения у вас уже начались, вот, вы уже в отношениях находитесь. Вот. Как-то вы, возможно, слишком много говорите о них. Вот. Ну, это уже... Совсем другая история. Да? Эм, дальше. У него девушка есть еще долгие отношения, но, говорит, любит ее и меня. Эм, так не бывает. Эм, это вопрос к вам. Эм, вы действительно считаете, что можно любить двух людей? Эм, ну, вот, эм, скажем так, одновременно. Эм, если вы считаете, что можно любить двух людей, а двух людей, эм, одновременность тоже, тогда хорошо. Да, получается, что вы признаете, эм, полигамность, например. Да? Да. И в этом тоже ничего плохого нет. Эм, наше, эм, на самом деле. В этом нет ничего плохого. В том, что вы признали полигамму. Тогда не нужно, эээ, переживать из-за того, что мужчина не с вами. Вот. Он не с вами, потому что у него есть другая девочка, и перед этой девочкой у него обязательства. Вот. Вам он, ээ, отвел, эээ, значит, значит, определённое место в своей жизни. Вот. Вот. И всё, в принципе. И всё. Вам он отвел, эээ, в, в, в своей жизни место. Вам нужно либо, эээ, довольствоваться им, либо чётко сформулировать, ээ, условия, при которых с вами отношения возможны. Вот. Которые приемлемы для вас. И эти условия должны быть сформулированы на основе ваших собственных ценностей. На основе вашей, эээ, системы ценностей. Если угодно. Понимаете? Вот. Только так. И никак, иначе. По-другому нельзя. По-другому невозможно. Просто. Вот. И... Девушка, другая, да, она, эээ, скорее всего, выступает таким злодеем, да, типа, всё из-за неё. Вот. Тут очень важнее, эээ, не вступить в игру, да, эээ, которая называется, всё из-за тебя. Вот. Ну, или всё из-за тебя, всё из-за неё. То есть, вот, ээээ, сваливать, ээээ, проблемы, да, на, кого-то. Одного. Вот. Дальше. Эээ, начать, эээ, хочется отношения со мной. Да, у нас есть отношения. Я тоже люблю его, но боюсь грузы ответственности за то, что он идёт от неё из-за меня. И вдруг я не оправдаю идеи его, эээ, а вы считаете, что вы должны оправдывать? То есть, понимаете, у меня такое ощущение, что лично основы к отношениям оба, оба не готовы. Вообще. То есть, вот. У него не вы. У него долгие отношения, из которых он непонятно зачем выходит. И если выходит, то обязательно куда-то. Да? Вот. Вы, эээ, тоже, эээ, вступаете в отношения, опираясь на ожидания. То есть, никакой свободы и стонтарности нет. Вот. Понимаете? Поэтому, если честно, вот, вот, эээ, по вашему описанию, очень, очень, эээ, похоже, что, вы этот друг-то и не любите. Вот. Он увидел, эээ, вас на, эээ, ну, на фоне, на фоне, эээ, неудовлетворённости с твоими предыдущими отношениями. Вот. А вы, возможно, возможно, тоже увидели его, эээ, в контексте неудовлетворённости, эээ, собственной жизни. И вот, по итогу, каждый, да, заботится о том, чтобы реализовать, эээ, свои какие-то желания, забывая о том, что отношения, это отдача, это спонтанность. Да, это спонтанность. Вот. А, эээ, то, что вы делаете, эээ, это сплошной невроз. То есть, сплошный перенос, эээ, ответственность и сплошная сублимация желаний. А я боюсь груза ответственности за то, что он идёт от меня. Почему вы боитесь? Я оправдаю идею. Вот что для вас это значит? Эээ, чем это негативно для вас? Один из них проблема, так как у него ипотека, и ей выплатить её сумму надо порядка. 9 миллионов. А как это к вам? Всё относится, непонятно. Это тоже лезет на плечи. Нет, если вы будете чётко знать границы своей ответственности. Ээ, давление со стороны его семьи, в смысле, вы строите отношения с ним, а не с семьёй и друзей первое время. Опять же, вы строите отношения с ним, а не с эээ, друзьями и семьёй. Я правда люблю его. Как это проявляется? Вот. Когда любят, обычно счастливо, вы, я не вижу, что вы были счастливы. Не знаю, как правильно поступить в этой ситуации. Правильно поступить в этой ситуации, значит, поступить себе на пользу. Вот. А себе на пользу поступить, это означает, дать, во-первых, своим ценностям взять контроль. Да? То есть, вот, как вы считаете, правильно ли что у мужчины, а-а-а, вы надеете с несколькими девочками сразу? Если да, ну, я об этом уже говорю. Если нет, то в таком случае, а-а-а, если вы считаете, что это неправильно, то в таком случае вам просто нужно сказать, драгу, я тебя люблю, я хочу, чтобы мы были счастливы, чтобы ты был счастлив. Поэтому, а-а-а, ты сперва закончил свои отношения, закончил их, и потом я с радостью буду с тобой, а-а-а, вместе строить новые отношения. Вот. А сейчас ты не свободен, не свободен. Вот. И это нормально. Это нормально. Мужчина действительно не свободен. Сейчас, сейчас. На данный момент он действительно свободен. Вот. Знаете? Вот. Так что это вот, а-а-а, то, что можно вам сказать, опираясь вот на то, что вы написали. Хотя написали вы всё как-то немного сбивчиво и так далее. А-а-а, дальше. А-а-а, потому что потерять человека не могу и не хочу, так как очень близкий, как друг парень, как поддержка опор. Ну, то, что вы в нём нуждаетесь, это я понял. Другое дело, что, э-э, ваша нужда в нём, э-а, делает вас, по сути, несчастным. Вот. Знаете? Э-э, я думаю, что, э-э, я думаю, что, э-э, плохого, вот именно плохого, да, э-э, как такового, э-э, значит, в том, что, э-э, ну, вот, что вы в нём нуждаетесь, что вы не хотите его терять. А-а-а, нет. Именно плохого, э-э, в этом, э-э, мне кажется, нет. Но, плохо другое, что вы, э-э-э, нуждаетесь в нём, и благодаря этому, э-э-э, позволяете ему вот так с собой обращаться. Вот. Вот это вот, э-э-э, ни в какие ворота абсолютно не идёт. Вот. То есть, вы не хотите его терять, не можете его терять, э-э, это, например, это напоминает э-э-э, зависимость вашу. То есть, это очень похоже на зависимость любовную. Вот. Если так, то это, опять же, делает вас не свободной. Вот. А любовь, это не не свобода. Любовь, это свобода. Здравствуйте. Знаете? Любовь, это не невротические отношения. Ага. Дальше. Очень много проблем, страхов, как материальных, так и эмоциональных. Ну, с этим всем нужно разбираться, с проблемами нужно разбираться. Говорит, я ему люблю, я ему нужна. Нужны. Нужна. Это не любовь. Он нуждается в вас, так же, как и вы в нём, но это не любовь. Любовь к той девочке основана на новых отношениях и уважении в течение жизни, так и никогда не случалось ссор больших у них и жили счастливо всегда. Ну, вы знаете, либо мужчина вас просто использует на расстоянии и мучает вас, либо он действительно сам такой вот неуверенный в себе человек. В любом случае, это очень предварительно и, ещё раз повторю, вам с приварностью нужно определиться с тем, с чего вы хотите сами, что для вас вообще является ценностью, да? И уже после этого можно будет что-то решать. А так, пока это, знаете, сплошная зависимость. Ну, в то, что я вижу, в то, что я вижу, да? Вот. Дальше. Буду благодарна за помощь. Опять же, понимаете, непонятно какой помощи вы хотите. Конкретно. От нас. Да. Вот. А вопрос свой вы не задаёте. Ну, то есть, вы просто не дайте вопросу, не формируйте его. Вот. И в чём помощь нужна? Тогда. Понимаете? Вот. То есть, можно помочь? Да, можно помочь, если вы скажете, я хочу там, например, быть счастливым, я хочу там жить без этих проблем, я хочу, чтобы эти проблемы меня не волновали, я хочу там быть счастливым. Вот. Нельзя сказать, я хочу быть с ним. Потому что если я хочу быть с ним, то я хочу быть с ним для чего-то. Всегда. А я хочу быть с ним, чтобы что? Что? Всегда. Понимаете? А вот. Так что, я думаю, что здесь, вообще-то, нужно разбираться. с этим аспектом. Понимаете? Какая история. Вот. Определите, определите сперва всем, да, чего вы хотите. Определитесь сперва всем, что вам нужно. Для себя, не для него, а для себя. Определите. И, добавьте, можно будет работать. Так, чтобы вы не зависли от него во всех отношениях, чтобы вы все-таки больше ориентировались именно на себя. Понятно, да? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры.